Всем привет! Меня зовут Вика и это новая рубрика на моем канале. Поскольку я не один раз была за границей и я в принципе много чего знаю о тех странах, в которых я была, я бы хотела и вам побольше рассказать об этом. Я надеюсь, вам будет интересна эта рубрика, поэтому в этом видео я вам расскажу о 10 местах в Париже, которые обязательно нужно посетить, будучи там. Кроме самых банальных мест, там будут очень даже интересные и не туристические при этом. Так что перед началом видео поставь палец вверх, подпишись на мой канал, если до сих пор этого еще не сделал или не сделала. Также не забудь нажать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего нового видео и давайте начинать. Перед началом еще хочется сказать то, что мне очень жаль, что я стала видеоблогером после поездки в Париж, потому что там было столько моментов, столько всего крутого и мне очень жаль, что я это не засняла, но это было очень круто. Здесь я набрасывала себе список этих мест и я буду прикреплять фотографии, чтобы вам было более понятно, о чем я говорю и давайте начинать. И самое банальное место, в котором нужно побывать в Париже, это конечно же Эйфелева башня. После того, как вы отстыдете огромнейшую очередь и побываете все-таки на этой Эйфелевой башне, вам конечно же захочется сделать офигенные фоточки с этой башней. Лично я вам рекомендую два места для делания этих фоточек. Это Марсово поле, которое находится прямо возле Эйфелевой башни, а также площадь Тракадеро, с которой снимки получаются просто бомбические, опупительные, офигительные, очень крутые. Там есть заграждение, за которое нельзя заходить, но в принципе, почему бы и нет. И да, я вам настоятельно рекомендую, кроме того, как побывать днем возле Эйфелевой башни, обязательно прийти туда ночью. Когда уже стемнело, там включается подсветка. Раньше она была многоцветная, но когда мы туда приехали, она была одного тепло-желтого цвета. Но именно эта прогулка по ночному Париже, в том числе по Эйфелевой башне, оставила у меня просто неизгладимое впечатление и запомнилась мне на всю жизнь. Лувр — это просто что-то. Даже если ты не любишь музеи, не любишь картинные галереи, все равно туда попасть нужно. Это такая мировая память, это такое место, в котором просто каждый человек должен побывать, потому что это невероятно. Серьезно, я даже не могу это описать, но там можно ходить несколько часов. И когда ты выходишь оттуда, ты таким себя истощенным чувствуешь, потому что столько эмоций, столько картин, та же Мона Лиза — это невероятно. И там всегда много людей, но это того стоит. Но после Лувра логично прогуляться по садам Чюль-Ри. В них нет ничего прям супер-пупер-дупер-классного, но погулять там стоит, и это очень прикольно. Триумфальная арка. На самом деле это не то место, в которое нужно ехать прям специально. Это не такое культовое место, как Лувр или же Эйфелева башня, но я считаю, что там побывать стоит. И сделать хотя бы одну фоточку — это круто, это красиво, и это один из символов Парижа, так что глупо там не побывать. Это место мне запомнилось вторым, наверное, после Эйфелевой башни. И если сказать, что мне понравилось больше, Эйфелева башня и это место, то они граничат между собой, и это Диснейленд. И опять-таки я возвращаюсь к тому, что мне очень жаль, что я не смогла снять для вас это, потому что я еще не была видеоблогером. Но Диснейленд — это что-то, серьезно, это мечта любого человека. И меня очень умиляло то, что кроме детей там были даже пожилые люди. Ты чувствуешь, когда ты катаешься на аттракционах и видишь перед тобой пожилую парочку. Это было очень мило и незабываемо, но там огромные очереди. И в принципе, если ты берешь билет на один день, то максимум 3-4 аттилы-аттракционы ты сможешь посетить, так как очереди просто невообразимые и огромные. Версаль — это что там? Серьезно, это так красиво, это так круто, там столько всего было. Это, наверное, одно из самых запоминающихся мест в Париже. Там так невоображаемо, эта красота просто завораживает. Это очень крутое место, я вам настоятельно рекомендую поехать туда обязательно. Остров Сите — это тот остров, на котором находится Нотр-Дам-де-Пари. Кстати, вход в него бесплатный. И то, что мне поражает, то, что в некоторые храмы вход платный, а в такие культовые, как дома в Милане или уже Нотр-Дам-де-Пари в Париже, бесплатные. Как можно наживаться на чем-то не до такой степени высококультурном, а такие мировые памятки остаются бесплатными. Я очень рекомендую вам туда пойти, и это очень круто. И после этого я бы вам посоветовала покататься в бассейне, есть пароход, и это очень классно. Это очень уютно, мило и запоминается на всю жизнь. Мон-Мартр. Боже мой, это такое крутое место. Оттуда открывается вид на весь Париж. Это так круто смотрится, плюс храмы. Там можно подняться на... как это называется? На фуникулёре, что тоже прикольно. И вид того стоит. Я вам очень рекомендую туда пойти, там очень красиво. Елисейские поля. Это то место, где мы побывали, наверное, больше пяти раз. Это очень уютная и крутая улица, на которой множество магазинов, в которых тоже можно пошопиться. И это достаточно неплохо. В том числе там есть разные дворцы. И это та улица, на которой обязательно нужно прогуляться. Она одна из самых главных в Париже. И это очень-очень классно. Поместье Фонтенблоу. Это находится за Парижем. Но туда можно доехать... Я не помню точно цену билета, но это было недалеко и недорого. Это такое красивое место. Просто этот замок, там такие красивые снимки получаются. Там такой чистый воздух, там так круто. Я очень запомнила именно замок Фонтенблоу. Это было очень круто. И да. Ну и последнее место для любителей нетуристических мест. Там их было очень мало, точнее практически не было. Это Винсенский замок. Но туда на весь день не поедешь. То есть там буквально пару-тройку часов и все. Но рядом находится просто замечательный ботанический сад Тиреопарк. Там столько красивых цветов, деревьев. Там очень круто. И вот после этого замка пойти в ботанический сад самое лучшее решение. Ну что ж, а я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И напиши в комментах, хочешь ли ты, чтобы я продолжала эту рубрику. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Сияйте как можно ярче. Пока!